Спасибо коллеги. Меня зовут Андрей. Я работаю в компании Тинькофф. И сегодня мы с вами будем говорить про монолиты. Так ли он? Блох, как об этом говорят. Про себя я уже сказал. Давайте двигаться дальше. Итак, для кого это доклад. Я надеюсь, что здесь все это айтишники. Но если вдруг здесь есть не айтишники, менеджеры, бизнес. Здесь вы увидите аргументы в разговоре с айтишниками, когда они придут к вам и скажут, нам нужно микросервисов. Вы скажете, нет, погодите, есть еще и другие варианты. Ну, соответственно, если вы айтишники, таких, я думаю, здесь большинство, вы увидите конкретные рецепты практически, как делать не микросервисов монолит, и не просто какой-то там старый legacy монолит, а новый, модный, молодежный модульный монолит. Итак, что такое монолиты микросервисов? Как правило, когда говорят монолиты, обычно представляют что-то вот такое. Ну, не совсем какашку, но, как правило, что-то такое старое, морально устаревшее и так далее. Когда говорят про микросервисы, обычно это хайп, это круто, все делают микросервисы, все хотят делать микросервисы, но на практике обычно получается как-то вот так, если делать их неправильно. Поэтому давайте разбираться. То есть микросервисы, если их просто взять и начать использовать, они вам не только проблему не решат, они их только усугубят. Теперь поднимите, пожалуйста, руки. Вот здесь на картинке какая-то каша, модули, стрелочки, связи между ними и так далее. Кто считает, что это монолит, это блоки в монолите и связи между ними? Поднимите руки, пожалуйста. Так, ну немножко есть. А кто считает, что это на самом деле микросервисы, вот эти вот стрелочки, это связи микросервисами как-то друг друга вызывают? Ну, вот, кстати, рук даже больше. Этим я хотел показать, что на самом деле, если вы просто уйдете в монолиты в микросервисы, проблем связанности это не решит, их надо решать по-другому. Хорошо. Теперь давайте про сам сервис модульный монолит и микросервисы. Это InfoQ. Здесь собраны различные эти тренды. И вот, если смотреть за 2020 год, микросервис находится уже в late majority. То есть, считается, что по микросервисам все уже все знают. А модульный монолит был в early adapters. Но уже на следующий год, в 2021 году модульный монолит перешел в early majority. То есть, технология становится более зрелой. И вот летом я проверял, когда готовился к докладу, он все еще там находится, модульный монолит. Но, тем не менее, мне есть что вам рассказать про эту теме, потому что я считаю, что информации хорошей не так мало. Не так многое звучит. Так, основная мысль, которую я хочу донести, это что модули доступны и без микросервисов. То есть, если вы хотите сделать ваше приложение модульным, микросервис вам для этого не обязательно. Так, о чем поговорим о плане доклада. Во-первых, что такое монолит и достоинство монолитов. Чтобы все понимали одинаково, что это вообще такое. Обсудим кратко, как делать монолит. Хотя, сегодня в этом уже было много докладов. Вот эти три доклада, как раз как делать монолиты. Потом обсудим, как перейти к модульному монолиту. И, наконец, обсудим доступ к данным для модульного монолита. Потому что, ну, все наши приложения много работают с базой. Это основная тема. Хорошо. Монолит и достоинство монолитов. Так, что же такое монолит? Здесь картинка классической своей архитектуры. И мне нравится определение от Microsoft, что монолит это единое приложение, служба, процесс, контейнер и так далее. Это соответствует диаграмме C4. Если вы узнаете, то есть там на первом уровне это контекст, а на втором уровне находятся контейнеры. То есть контейнеры это штуки, которые могут, сервисы, инстансы, которые могут независимо деплоиться, независимо масштабироваться. И там находятся как микросервисы, так и монолиты. Точно так же нам сегодня понадобится следующий уровень. Треть. Это компоненты. Это те части, те блоки, из которых состоит, собственно, любой монолит или микросервис. Итак, преимущества микросервисов. Я взял из слайда Richter. Ну, достаточно, я думаю, знает, кто такой Richter. Вот, давайте мы их обсудим. Итак, независимое масштабирование. Безусловно, если у нас монолит, мы можем запускать несколько его экземпляров. Но мы не можем запускать его части независимо. Если у нас микросервисы, да, мы можем независимо масштабировать инстанс каждого микросервиса. Здесь, например, у нас четыре инстанса одного сервиса и два инстанса другого. Идем дальше. Независимый деплой. Да, точно так же. Монолит деплоится весь. Конечно, старые ребята еще помнят, когда можно было зайти на оборот, туда поменять палочеку или скрипт скопировать. Но сейчас так уже никто не делает. Вот. Но сервис теплоится целиком. Монолит тоже теплоится целиком, поэтому это действительно недостижимо из монолита. Хорошо. Разные стек технологии. Действительно, микросервисы можно писать на разном стеке. Обычно так тоже пытаются не делать, потому что сложно одной команде поддерживать разный стек. Вот. И проще делать ротацию, если у вас одинаковый стек. Какие-то библиотеки общие нарабатываете, экспертизу шарьте и так далее. То есть это работает, когда у одного стека есть какое-то очевидное преимущество для определенной задачи. Вот. Ну и самое такое незначительное – это разрешение конфликтов для версий. Если у вас есть какая-то библиотека, вы можете в разных микросервисах использовать разные версии этой библиотеки. Монолит не получится. Ну и соответственно обновлять версии точно так же можно. Основное здесь – это первые два. Независимый деплой и независимая масштабирование. Давайте их обсудим подробнее. Итак. Что можно сказать про независимое масштабирование? Что где масштабирование – там и деградация, где отказоустойчивость. То есть, соответственно, если у вас монолит падает, то он падает весь. Если у вас он разделен на микросервисы, то одна часть может упасть, а вторая продолжит работу. Опять же, это не дается вам по умолчанию. То есть, если сделать это в микросервисе, не обязательно, что одна часть упадет, а вторая продолжит работать. Вы можете делать так в микросервисе, что одна часть упадет, а потом вторая часть упадет. Но из микросервиса это достижимое. Из монолита нет. Можно ли независимо масштабировать части монолита? Мы пробовали, но получается плохо. Потому что, как только вы начинаете, например, настраивать независимый RedLit на разные модули монолита, у вас получается, что один модуль не догружен, а второй перегружен. Хотя ресурсов, чтобы обслужить, все запросы хватает. Поэтому независимые масштабированные части монолита все-таки не очень. Вам нужно независимое масштабирование. Это как раз отличный повод разорвать этот ваш монолит на независимый микросервис. Кто-то сказал, что нагрузка на модули будет неравномерная. Либо вы захотите как-то сбалансировать, это сложно. Это можно сделать, но это сложно. Я не очень начинаю сложные вещи, но лучше так не делать. Лучше разорвать на медкарсервис. И теперь про независимый деплой. Во-первых, часто монолит и модуль монолит разрабатывают одна команда. Но если у вас с монолитом работают 2-3 команды, это не страшно. Это не 20-30. Да, вы не сможете его деплойить в любой момент, когда вы захотите, надо будет согласовывать график релиза. Но договоритесь со второй командой, что вы деплойте 2-3 раза в неделю, в понедельце, на четверг. Опять же, деплой не надо. Точно так же, часто помогают релизы. Если вы релизите часто, у вас нет страха, вы знаете, что изменений не так много, они вряд ли вам сломают брод. И да, используйте фич флаги. Когда несколько команд работают, вы можете внести изменения, закрыть фич флагу, а потом когда фич уже готова, полностью ее открыть, никаких проблем не возникает. Дальше, давайте поговорим еще про использование ресурсов. Не секрет, что многие крупные компании столкнулись с проблемами при добавлении железа, при добавлении ядер. И вот этот кейс мы обсуждали с RASPAS C300 на .NET Он показывал такой кейс, что есть у нас 11 микросервисов, и при простой они потребляют сколько до ЦПУ и сколько до памяти. Ну, не будем считать, сколько именно. Тут важны не абсолютные значения, а относительно. Если эти 11 микросервисы объединить в один монолит, он начинает потреблять примерно в 7 раз меньше памяти и примерно в 2 раза меньше ЦПУ. Теперь те же самые 11 микросервисы под нагрузкой. Они тоже употребляют сколько-то памяти и сколько-то ЦПУ. Давайте сравним с монолитом. В монолите получается примерно в 5,5 раз меньше памяти и примерно в 4 раза меньше ЦПУ. То есть мы ничего специально не делали, мы просто объединили 11 микросервисов в один. За счет того, что у него общие ресурсы, общая куча и все так далее. Вот мы получили такой отличный перерост воспользования ресурсов. Дальше. Сетевые модели против локальных вызовов. Я думаю, многие помнят эту модель. Какие там уровни, я думаю, так сразу никто не назовет. Ну, по-моему, есть герои. Это про то, что сетевой вызов очень дорогой. То есть вам, чтобы сделать вызов одного сервиса с другой, это надо стерилизовать по сети, потом обратно дестерилизовать, обработать и прогнать все это все назад. В случае монолита у вас локальный вызов очень дешевый. Это просто вызов функции, вызов метода какого-то класса. Итак, как ускорять монолиты? Считается, что монолиты же такое страшное, медленное и так далее. Это неправда. Потому что при масштабировании монолиты мы используем все те же самые приемы, что мы видим масштабирование микросервисов. То есть вертикальным масштабированием добавили больше ресурсов, все стало работать хорошо. Стоит гласа горизонтальное масштабирование. Мы точно также можем вынести общее состояние куда-нибудь распределенный кэш и запускать несколько экзекляров монолиты. Да, нам сами монолиты будут больше, но ничто не мешает нам так делать. Мы можем оптимизировать хранилища. То есть запросы в базе медленные, индексы добавлять, нормализацию делать. Мы можем работать с хранилищами. То есть, например, добавлять специальные хранилища для кэша, для поиска ластик и так далее. Точно также все опции с хранилищем, репликация, чтение с реплики, есть QRS, разделение хранилища для чтения и запись хранирования. Это все доступно из монолита. Для этого не обязательно стоит микросервис. Хорошо. Достоинства у монолита еще раз. Итак, у монолита логические границы, а не физические. Их проще менять. Вам не нужно публиковать API в виде контрактов, BI-контрактов, либо сообщений. Они более гибкие. Их проще менять. Не нужно версионирование API-образности. Вот это все. Он проще в разработке эксплуатации. Те, кто разрабатывает микросервисы, знают, что это очень просто. Например, найти сервисы, которые вызывают ваши. Это очень легко. Поэтому часто его начинают отключать сначала на 10 минут, потом на час, на день и так далее. Чтобы увидеть, кто его использует и свалится. Также возникают всякие циклические зависимости, которые видно по циклам в трейсах и так далее. В общем, все достаточно непросто. И, например, не используем еще ресурсов в кластере. И монолит у него локальный вызов между нудами нежелый, чем в микросервисах. Собственно, я хотел показать, что с монолитами все так плохо. И давайте разбираться, как же его сделать. Сегодня как раз первые три доклада были про то, как делать монолиты. Но для начала давайте ответим на вопрос, что такое архитектура вообще. В случае монолиты, а не микросервисы. Мне нравится определение, что архитектура – это набор компонентов, как по уличным контрактам и связям между ними. Это определение из книжки Баса. И оно вам как раз подходит. Давайте разберемся, что же такое компоненты. Для начала компоненты – это просто проект, одна сборка. На данном слайде у нас чит-архитектура, вместе с гексиканальной, то есть вместе с портой адаптерами. Но она раскрашена в цвета луковой архитектуры. Сейчас давайте мы пройдемся с ней слева направо. К сожалению, подробнее не смогу это рассказать, но это, надеюсь, основное понимание вас будет. Итак, вот сначала у нас есть первичный адаптер. Они вызывают удачу в логику. UseCase – это application уровень. Через специальный порт – портрейт и интерфейс. Как обрабатывать запросы? Он пришел в контроллер, потом через input-порт попал в useCase. UseCase вызвал домен. Из домена мы вызвали базу, сохранили изменения и вернули результат назад в контроллер. Давайте сейчас все эти уровни разберем подробнее. Но сначала давайте посмотрим, как делать нельзя. Вот так делать нельзя. То есть если вы из контроллера вызываете output-порт, output-порт – это интерфейс либо контекста, о чем сегодня говорили. Вот так делать нельзя. Это говорит о том, что у вас какая-то логика потеряна, и у вас получился вызов output-порта в обход логики. Так делать нельзя. Либо точно так же, если вы из контроллера вызываете какой-то домен. Это значит, что вы потеряли какую-то логику. То есть контроллер напрямую работает с доменом – нехорошая. А вот так делать можно. Например, если вы сохраняете сущность в базу напрямую, там не нужны дополнительные прослойки, дополнительные уровни абстракции. То есть просто берете ваши доменные модели и сохраняете ее в базу. Хорошо. Давайте еще раз пойдемте и поговорим, что же такое на каждом логике находится. Так, entry-point – это все, что вызывает вашу логику. Это контроллеры, Kafka-консюмеры, аксюмеры в любую очередь, либо background-порт. То есть они вызывают вашу логику. Что такое input-порт на уровне application? Это интерфейсы. Они могут быть в виде сервисов, либо vertical slicing, медиатор, про это сегодня тоже говорили. Какое видео у вас будет реализовано, без разницы. Главное понимать, что вот эти интерфейсы – это оно. На этом уровне существуют только интерфейсы и DTO-шки. Больше ничего, никакой реализации. Следующий уровень – use case, уровень application. Здесь как раз находится реализация. Это ваши хендлеры для медиатора, любые ваши сервисы. И в этой артитуре это называется интерактор, то есть штука, которая управляет взаимодействием. Здесь как раз будет mapping DTO-шки на entities, вызов от расчета total. В данном случае у нас сквозной кейс – это работа с интернет-магазином. То есть мы создали заказ и отправили змею. Вот как раз это интерактор. Он как раз управляет взаимодействием, DTO-шками, логикой, базой. В конце вызывали совченье и все. Entities. Это модель класса, который описывает вашу предмет новость. В данном случае есть просто заказ, в котором есть рядичник, есть total, и какая-то логика по подсчету total заказа. В реальности, конечно, будет сложнее, надо получить какие-то скистки, еще чего-то, но нам демонстрации будет достаточно. Итак, output port – это все, что вызывается из вашей application-урона. Это база данных, все синхронные или синхронные коммуникации. То есть, если вы хотите отправить сообщение в очередь, вызвать какой-то рез клиент – это все output порты. Это интерфейсы и DTO-шки. То есть, это интерфейс контекста для базы данных, интерфейс email-сервиса и так далее. А output adapters – это реализация этих интерфейсов. То есть, там будет как раз реализация такой контекста и миграции, там будет реализация email-сервиса и всего остального. Хорошо. Что мы видим? У нас получилось много маленьких компонентов. И как с этим быть? Хорошо это или плохо? Я скажу, что хорошо, потому что это как раз реализация хайкархишин и лакаплинг на практике. Обычно говорят, как этого достичь. Очень просто. Мы как раз разбили систему на пары компонентов в интерфейсе реализации, где каждая пара тесто связана друг с другом, а между собой вот этих пары компонентов не связаны вообще никак. И это очень легко поддерживает. И у нас остался еще один проект VEP – это корень композиции. Там собираются все зависимости, там мы решаем, какую зависимость использовать, например, вот с Adgrids, gmail-модуль или gmail-модуль. Там же мы можем передать параметры, как иначе тримб в какой-то модуль. Самое ценное, что есть в VEP – это корень композиции. Да, там будут настраиваться всякие там хелл-чеки, метрики, трейсы и так далее, логи, но самое ценное – это именно корень композиции. Еще раз, что мы получили? Вот такие проекты создаются в ваших solution. То есть первое – это entry point контроллеры, дальше – use-кейсы. InputPorts, use-кейсы – это интерфейсы. Дальше – реализация use-кейсов. Там вот ваши хендеры для медиатора, реализация интерфейсов. Entities – домен. В сущности домена облаке. OutputPorts – интерфейсы. В данном случае – доступ к данным. Там интерфейс-добоконтекст и реализация-добоконтекст. Вот. И теперь давайте посмотрим, как сделать наш монолит модуль. Когда вообще нужен модуль или монолит? Типичная ситуация, когда растет проект, растет команда, либо когда вы разрабатываете свой продукт, и вы ставите он прямо у клиента, потому что если вы поставляете микросистему, которая состоит из сотни микросервисов, это очень просто сложный. Либо когда у вас нет опытов в предметной области. Предметная область может быть сложная, страхование, финансы, еще что-то. Если у вас опыта такого нет, у вас эти ваши контексты, сегодня говорили тоже про ДДД, баунтинг контексты, и скорее всего, границы будут меняться, и в монолитх намного проще поддерживать, чем в микросервисах. Либо мы хотим сохранить достоинство монолита, у нас не такая же проблема, такая высокая нагрузка, хотим добавить изоляцию в микросервис, как в микросервисах, но не знаем как. Сейчас как раз будем разбираться как. Что же такое модуль? В модуле набор компонентов. У каждого, у него свой контракт у модуля. Что такое, вспоминаем определение компонента. Компонент это, у него тоже есть свой контракт. Что такое контракт компонента? Это набор публичных классов. А здесь модуль. Собрали вместе несколько компонентов, и один из них назначили специальным интерфейсным компонентом. У него свой контракт. Вот и все. И вот через этот специальный контракт осуществляется доступ к модуле. Структура проекта у вас для модулем аналитов будет следующая. У вас есть, ну шок понятно, Солюшн. Вот. Будут модули, у нас будет два модуля, email и orders, и фреймворк. Там будут общие части для двух модулей. Что берет на себя хост? В данном случае он остается корнем композиции, но он будет корнем композиции для всех модулей. Вот. Там будут регистрироваться модули, и все их там будет зависимость. Точно так же, там будет сертификация авторизации, информация о отпущем пользователей, всякие логи, трейсы, общая обработка ошибок. Вот это все будет в хосте. Что такое фреймворк? Про то, что сегодня не говорили, немножко про шари. Вот. Это общие хендеры, общая логика для разных слоев. То есть, если у вас есть общая логика для контроллеров, то есть базовый класс для контроллера, либо хендер, он будет данным. Вот. У вас точно так же, там будет базовая сущная для entities, она будет там, и вот базовый доступ данным, базовый класс для контекста, он тоже будет доступен данным. Давайте посмотрим на e-mail модуль. Что такое orders модуль? Мы уже посмотрели. Давайте посмотрим на e-mail модуль. Структура точно такая же. Будут entry point. В данном случае, entry point это только background job. Снаружи в виде контроллеров он не вызывается. То есть background job только вызывают только в этом модуле. Есть input port. Input port два проекта. Первый это, собственно, input port use case. Мы его уже видели. Там будут наши там команды. Вот. И датологи. А вот модуль контракт, это как раз специальный проект, который предназначен для межмодульного взаимодействия. То есть у модуля может быть два контракта. Первый публичный, чтобы вызывать из контроллеров либо background job. А второй внутренний. Вот модуль контракт, он это специальный контракт, который нужен для использования только между модулами. Точно так же, как у сервиса может быть два разных API на разных портах. Например, есть публичная API и есть какой-нибудь API на другом порту для метрик, хеллчеков и так далее. Это разные API на разных портах. Вот здесь что-то такое. Дальше. Структура аналогична. То есть, будут use case это application уровень и entities модель. Ну и точно так же output port доступ в ази. Это интерфейс депут контекста и его реализация на дисмеграции. Хорошо. Теперь давайте посмотрим на контракт модуля. Контракт модуля это просто интерфейс, который принимает какие-то DTO и может DTO возвращать. Важно, что здесь нет опять домена, нет никаких доменных сущностей. То есть, это только DTO. Вот. Ведь этот контракт, он защищает нашу модель. И у нас есть реализация этого контракта. Ну, здесь импл я специально пометил, что это реализация. Конечно, направо это никто не называет. Но, тем не менее. Тут все просто. Мы берем просто добавляем e-mail в базу и его сохраняем. В отдельном модуле. И как этот модуль теперь будет использоваться из отрас. Раньше у нас там был один контекст, два допасета и мы сохраняли там изменения. Здесь у нас сначала создаем заказ, добавляем заказ и сохраняем изменения. А потом мы создаем DTO-ошку для отправки e-mail и используем контракт модуля для отправки e-mail. Все. То есть, изменения на самом деле минимальные. Давайте посмотрим, что у нас было в Monolith. В Monolith у нас была общая модель и общий ORM контекст для e-mail для заказов и бизнес-сценарий здесь был реализован в одном месте. Также у нас была транзакционность. То есть, все данные гарантированно сохранялись транзакции. То есть, они либо сохранялись или не сохранялись. Что получили в Monolith это то, что мы родили Monolith на инкапсулированные модули. Вот. И у модуля есть контракт для взаимодействия с другими модулями. Но это все еще Monolith. То есть, мы сохраняем все преимущества. Все модули работают в одном процессе. Они используют общую инфраструктуру . И так далее. И теперь давайте посмотрим, как сделать доступ к данным. Итак, в модульном Monolith. Все модули у нас изолированы. Мы говорили, что у каждого модуля есть своя модель, свой ORM контекст и, соответственно, хорошо будет как-то различие на уровне базы. Для этого подходит либо своя схема, либо свой префикс. Если вы использовали например, Quark, либо Hangfire для background job создает префикс для таблиц, а Hangfire использует схему. Можно использовать либо то, либо другое. Но при этом мы сохраняем транзакционность. Вот. И в случае ABD оба модуля продолжают работать с одной и той же базой и мы сохраняем ссылочную целостность в базе. Потому что это одна из прекрасных вещей, которой стоит пользоваться. Так. префикс. Тут все просто. Можно в антиформирке это задать. Например, в виде схемы. Если не хотите делать схему, можно задать в виде маппинга таблиц. При маппинге сущности на базу задать префикс. Это достаточно просто. Теперь про связи. Когда мы разделили два модуля email и orders, что у нас получилось? на уровне кода мы убираем ссылки. То есть, если email ссылался на заказ, на order, сущность уже нельзя использовать. А вот айтишник вполне себе может. Но при этом на уровне базы мы оставляем все фрейл кейсы. Это нам гарантирует целостность и мы знаем, что у нас не будет каких-то некорректных данных. Теперь про миграции. Когда у нас был один контекст, миграция была применять легко. Когда контекста стало 2-3, так просто это же не получится делать. Нам понадобится скрипт на PowerShell или еще на чем-то, который вам позволит накатывать миграцию. Здесь как раз сначала применяются миграции с первого модуля, а потом с второго. Между модулями бывают зависимости и, например, эти миграции нужно применять в правильном порядке. Математическое определение такое, что вам надо топологически сортировать модули и потом применять миграции в том порядке, что сначала вы применяете один модуль, а потом те, кто от него зависит. На практике это делается просто. Если у вас миграция падает, значит, вы применяете это в неправильном порядке и их надо переставить. Но все-таки графы и топологическая сортировка в университете проходят не просто так. Она вам пригодится на практике. Особственно, что для этого должно работать? Не должно быть циклических ссылок, но в данном случае если у вас будут циклические ссылки между модулями, вы об этом узнаете на этапе компенсации. И для миграции тоже полезно делать префикс именем модуля, тогда они в базе и видно, что к чему относится. Хорошо. Транзакции. Кто заметил, что переходят монолит на модуль монолит, мы потеряли транзакционность. Кто-нибудь заметил? Да, молодцы. Значит, потеряли ли мы транзакции? Ответ правильный зависит. То есть, если ничего специально не делать, то действительно мы транзакционность потеряем. Как ее можно вернуть? Можно использовать Transaction Scope. Кто-нибудь его использовал на практике? Вы правильно делаете. То есть, если вы про это помните, это что-то такое связанное с неявными, распределенными транзакциями. Короче, это косты. Вот я нигде не видел хорошего использования транзакционного скопа. Как правило, это косты, которые используют, когда они не смогли сделать транзакции нормально. Как еще можно делать? Помните, мы говорили, что у нас общий модуль. То есть, можно как-то одну и ту же транзакцию подсовывать в два раза к кубоконтексте. Да, можно. Но это можно делать через идеаль. Но вопрос не в том, как эту транзакцию создавать, а вопрос в том, как ее стартовать и когда коммитить. И вот здесь уже сложно. Как правило, начинают делать что-то типа в Rappen Transaction, открывать транзакцию в пайплайне. Это приводит к долгим транзакциям и к сетевым запросам под транзакцией. Как правило, это приводит к деградации хранилища подлеса. И это нагрузка на базу, которую хотелось бы избежать. Если хотите, чтобы ваша база работала быстро, делайте маленькие короткие транзакции. Соответственно, решение, которое мы пришли, это добавить транзакцию в контрактном модуле. Давайте мы этот последний, самый эффективный вариант и разберем. Итак, orders module. Что мы тут делаем? Помните, нам приходит DTO, мы создаем заказ, добавляем в контекст, сохраняем изменения. здесь мы точно так же создаем заказ, мы теперь создаем DTO, вызываем email модуль, а потом явно работаем с транзакцией. То есть мы начинаем транзакцию, сохраняем изменения в одном контексте, сохраняем изменения в модуле и коммитим транзакцию. То есть работа с транзакцией стала явной. Фуи. Так, давайте теперь посмотрим изменения в email в модуле, в контракте. То есть туда добавился мета Safe Changes, куда передается транзакция для работы с Blasen. Это уже не такой чистый бизнесовый контракт, где уже были только email, для того, что теперь мы добавили работу с транзакцией в контракт модуля. Хорошо это или плохо. Это вот необходимое зло. Люди опытные знают, что выбираем один вариант, мы ухудшаем другой и так далее. То есть за все нужно чем-то платить. Вот это то, чем пришлось заплатить за эффективную работу с базой и работу с транзакцией. Если мы сделали их явно и пришлось добавить вот в контракт. Вот. И что в реализации модуля, собственно, в методе create email мы убрали Safe Changes и добавили Safe Changes вот в специальный метод, который используя передную транзакцию вызывает метод Safe Changes. Так сделать можно. Вот в принципе и все. То есть что мы получили? Мы получили маленькие короткие транзакции. Да, понятно, что раундтрипов, ну как, обращение к базе будет несколько. Надо транзакцию начать, сохранить изменения в одном модуле, в другом модуле, потом закоммитить. Но самое главное, что у вас не будет никаких сетевых запросов под транзакции. То есть транзакция у вас максимально короткая. И давайте посмотрим итоги по транзакциям. Хочу поговорить капитаном очевидностью, но всегда явно лучше, чем явное, простое лучше, чем сложного. И мы добились желаемого. У нас нет сетевых запросов по транзакции. Но за это, чем за это пришлось заплатить? Транзакции теперь в контракте были. И вообще, общая рекомендация, если вы какое-то решение принимаете, всегда думайте, а что мы потеряем. Если вы думаете, что это классное решение, мы только получаем плюсы, мы ничего не теряем. Но, скорее всего, вы просто не понимаете, чем мы за это платим, что мы потеряли в итоге. И давайте посмотрим, как часто вообще нужны эти транзакции между модулями. Так вот, на практике, как ни странно, чаще всего модули независимы. И у вас вообще не будет никаких вот этих контрактов для модулей, у вас просто в одном монолите будет несколько модулей, которые совершенно независимы друг от друга. Если есть связь, это обычное чтение. То есть, чаще вам нужно какие-то данные из одного модуля взять и показать в другом, в TopDown, например. И вот, как раз, случай, когда вам нужна запись на два модуля, она встречается реже всего. То есть, эту штуку с протаскиванием транзакции в интерфейсе модуля вам понадобится только, когда вам нужна транзакция на два модуля. Это встречается не так же часто. И давайте еще раз посмотрим, что мы получили. Теперь мы имеем несколько модулей, или два, их может быть много. В каждом модуле своя модель, свои use case, свой application уровень. Там же в каждом модуле будет свой dbq-текст и есть общий фреймворк, в котором есть общие штуки для линдикций для моделей, ну, там, base entity, там, домен, исключения, и базовый use case, там может быть базовый сервис, базовый хендер, либо еще что-то. Вот. Вы скажете, у нас же получилась куча компонентов. Ну, действительно, там около, вот, для двух модулей получается около 20 проектов solution. Вот. Да, это так. Хорошо это или плохо. Я скажу, что хорошо. Потому что у каждого четкая зона ответственности. и, вот, если обсуждать на компоненты, только интерфейсы, они предотвращают протекание логики в другие компоненты. Вот. В этом тоже немножко уже говорили, что можно группировать логику по слоям, то есть тогда в каждом компоненте остается своя зависимость. Аппликейшн в этом случае не знает. То есть есть компонент для контроллеров, есть компонент для кавки, есть компонент для базы, и так далее. И аппликейшн ничего не знает. Даже нет зависимости. Можете группировать по-другому. Это сегодня обсуждали гаргетистично. То есть когда мы сначала группировали по фичам, но тогда фича будет знать и про баузу, и про контроллеры, и про background job, и про все остальное. Вот. Здесь точно так, есть всего два варианта. Либо группируйте сначала по уровням, а потом по фичам, либо сначала по фичам, а потом по уровням. Какой вариант лучше? Я не знаю. Мне нравится больше вариант сначала группировать по уровням. Самое главное, что здесь нужно сказать. Ну, простой совет используйте медиатор. Если вы не используете медиатор, разбейте ваш аппликейшн уровень на маленький независимый кусочек. Чтобы каждый бизнес сценарий у вас обрабатывался независимо. Так вы получите 80% всех преимуществ. А вот все остальное, в каком порядке группировать, использовать, эти вот эти дилии не использовать, это уже дополнительно 20%, которые, ну, не то чтобы особо роли не играют, которые вы столь должны. И у нас получается четкая иерархия. Есть модуль, дальше в модуле есть компоненты, а в компонентах включают классы. То есть вот очень понятная структура. Далее. Но рекорд нужно не только поставить, но его нужно еще и удержать. Для этого вам понадобится что? Во-первых, архитектурные тесты. Про то еще немножко говорили, есть, например, Network Test. Они позволяют вам контролировать что нет неправильных ссылок между компонентами. Также можно написать анализатора кода. Например, то, что севчинец вызывается в модуле только в одном месте, для этого можно написать анализатор кода. Но мы, честно говоря, так не делаем, это ловим на review. Но, как раз, архитектурные тесты на то, что нет неправильной зависимости у нас есть. Давайте подойдите итоги, о чем мы сегодня поговорили. Итак, модель не так плохо, как кажется. Это да. У него есть много плюсов. Например, в виде логических, а не физических границ. Например, в виде хорошей утилизации ресурсов и так далее. Далее. При реализации модолита мы используем чистую инфинкциональную архитектуру. Их смесь. Про это сегодня поговорили не очень подробно. Можно задать вопросы после доклада. Вообще, у моего брата есть курс на YouTube. поднимай. Можно его там найти и посмотреть. Потому что, в рамках доклада это, на самом деле, рассказать нереально. Вот. Поговорили про модули. Что такое модуль? Это набор связанных компонентов со своим контрактом. Все точно так же, как и для компонентов, мы перенесли только в уровень модуля. И все данные мы сохраняем в одной транзакции. Причем, не просто сохраняем в одной транзакции, а в максимально короткой транзакции, чтобы работа с базой была эффективна. Так. Не удалось вас убедить, что модульность доступна без микросервисов? Я надеюсь, что удалось. Вот. И, собственно, давайте еще пути развития монолита. У вас есть монолит, это страшный, кошмарный. Ну, стыдно признаться где-то на конференции, что я разрабатываю монолит. Вот. Что делать с монолитами? Можно сделать модульным. Поэтому, теперь, говорите, что я вот послушал доклад, я делаю классные, новые, молодежные, модульные монолиты, а не эти ваши микросервисы. Вот. И все будет прекрасно. Вас будут спрашивать, что же такое модульный монолит? И вы как раз этой самой будете рассказывать. Вот. Дальше, когда вы сделали модульным, его можно крупноплощно разделить на независимые сервисы. То есть, это функциональное разделение, аналогично. Вот. И, как всегда, те, кто делил какой-нибудь монолит на сервисы, думаю, знают, что код делит достаточно легко. А вот, хранилище сложно. То есть, разорвать код легко, разорвать базу данных, мигрировать данные в другое хранилище, еще и в этом тайме, это очень сложно. Поэтому, часто так не делают. Часто просто выделить какие-то микросервисы, и на этом успокоиться. Вот. И дальнейшее деление на кучу микросервисов при необходимости. Если вам это нужно делить, если нет, остановиться. И, собственно, что делать дальше. Посмотрите на ваши микросервисы, можно ли убить некоторые сервисы в один. Часто ответ – можно. И, если у вас будет новая фича, подумайте, нужен ли для этой фичи новый микросервис. Возможно, правильный ответ – нет, это можно сделать в модуле в рамках существующего сервиса. Когда стоит задуматься? Конкретные примеры, когда вот видно, что деление на микросервис слишком мелкое. Во-первых, отдельный сервис для Chrome Job. Не всегда это плохо, но если у вас есть отдельный микросервис для Chrome Job, который работает через общую базу, об этом стоит задуматься. Если у вас какой-то бэкэн для админки отдельный микросервис. То же самое. Но, зачем нужен отдельный микросервис для бэкэн для админки? Ну, вот, независимое, масштабирование от разустойчивости. Ну, да, если у вас основной сервис, вряд ли вы будете беспокоиться о том, что у вас админка не работает. То есть админка не работает, а сайт работает – нормально, если наоборот – плохо. Можно создать один сервис, сделать у него отдельный аппиль для админки, и все будет хорошо. Это те же самые спутники микросервисов, которые работают с общей базой. Какие-то пипхоки, либо вариант 3-фактор, когда взяли монолит, разделили его на 10 микросервисов, но база осталась общей. Вот, может быть, не надо было в этом случае делить, а надо было целыхнуть монолит. Вот. И вот, да, общий рецепт – это все, что работает с общим хранилищем, это вот наверняка должно было быть одним сервисом для монолита. Материалы по теме. Мне нравится доклад от Дмитрия Свалова на РДС, «Подход к произведению монолита». Там они как раз разделили один монолит на несколько крупных компонентов, 5 или 6. И зачем это было сделано? Это свой продукт, который ставится к клиенту на окружение. Таким образом, им нужно поддерживать вместо одного монолита несколько крупных кусков. Но это нормально. Потому что поддерживать сотню окружений напрямую клиента микросервисных – это чертовски тяжело. Дальше был доклад Стаса Седрисова про гибридную архитектуру на Дутнексте. Они как раз сливали несколько микросервисов в один. Но я им сразу сказал, что, ребята, в производительности определяется архитектурой. Если вы упарываетесь в том, чтобы переписать стандартный монолит клиента, у вас все-таки не то с архитектурой. Вот они до последнего тянули, мы не будем объединять микросервисов в один, но когда попробовали объединить, результаты были прекрасны. Я вам показываю слайды по производительности и по утилизации ресурсов. Ну и, наконец, про гибридную архитектуру я делал пару лет назад доклад на Дутнексте. Можете посмотреть. Также еще курс на UDI. На этом у меня все. Спасибо. И готов ответить на ваши вопросы. Извините, за вопросы будет много призов. Отдельный приз еще от компании Тинькофф. Поэтому не стесняйтесь. Да. Спасибо за доклад. Очень интересно. Вот хотелось бы узнать про транзакции. Вот я так понял, что вы как бы в сервис опускаете вот эту транзакцию. И, а если, например, ну необходимо сохранить сущности в разных модулях? Вот у вас получилось сделать несколько деби контекстов работающих с одной транзакцией? Просто мы такое делали и что-то вот не взлетело. мы использовали последнюю версию Тинькофф 6. Там, да, можно передать транзакцию, с которой сохраняете изменения. То есть, ну как, когда вы работаете просто с какими-то сущностями, там человек работает, там же нет никаких транзакций, никаких подключений. Даже если вы читаете данные с базы, там еще нет транзакций. Можно именно в тот момент, когда вы сохраняете изменения, подсунуть транзакцию, ну у нас-то получилось. Там есть для этого стандартные. То есть, еще какой-то способ есть, а второй уже не помню. То есть, получается, для разных деби контекстов? Да, одна транзакция, да. То есть, там, опять же, два варианта. Вообще, есть доклад моего брата на dotnext, тоже что-то, два назад он делал, там рассказывался другой вариант, когда транзакция подсовывается через DI. Но там был вариант вот с долгой, ну, это как, в рабом транзакшн, когда была одна транзакция, она прокидывалась в конструктор там этого деби контекста. И, но это все, все равно, что использовать транзакцию вот в имедиаторе. То есть, вся операция, вот называется в рабом транзакшн, это не то, чтобы плохо, но сетевые запросы по транзакции это на виток. Вот как раз этот способ от него избавиться. Ну, не знаю, попробуйте еще раз, это просто. Там даже где-то на документации этот метод юстрадзакшн указывается на этих камерах. Да, но что-то потом будут согнуться, только контексты были равны. Ну, у нас, смотри, у нас получилось, вроде ничего сложного. Нет, я специальный пример никуда на битклаб не выкладывал, то есть, ну, просто берешь это юстрадзакшн, используешь, все, у нас получилось. Да, попробуй еще раз, возможно, какие-то будут проблемы. Спасибо за доклад, очень классно, спасибо, что про модульный модель рассказываешь. вопрос такой, вот, допустим, мы сделали модульный монолит, все хорошо, вот, по вашему опыту, есть ли какие-то, ну, какие есть признаки, сигналы, что все-таки какой-то модуль надо выделить в отдельный микросервис, и если все-таки решили, что надо, насколько это легко, вот, имея такую архитектуру уже хорошую, выделить в микросервис модуль? Да, хороший вопрос, спасибо. Когда стоит задуматься, это вот, слайд от Рихтера с преимуществами микросервисов, то если вы что-то из этого уперлись, как правило, это независимое масштабирование и независимая указоустойчивость. Вот если в это уперлись, тогда да. Либо, если вы знаете требования по нагрузке и понимаете, что вот нам надо, вот эту часть сделать быстро и простой, который там что-то обрабатывает, сохраняет в базу, а потом уже что-то, либо не в базу, сохраняет в очередь, а потом уже отдельные какие-то консюмеры будут это обрабатывать. Вот это как раз тоже повод разделить на разные микросервисы. Вот это основное преимущество. То есть, производительность и отказ устойчивость. Вот тогда надо делить. Насколько легко это делать? Код делить очень легко. Базу дата делить очень сложно. Поэтому, когда говорят про разделение монолита, все говорят, как мы делили код, я не помню ни одного доклада, ни одного материала, где бы говорилось про то, как мы делили базу. Это делать очень тяжело. Особенно, если вам нужно это делать без даунтайма. Как это делать? Ну, страдать и делать. У меня нет никакого простого способа это сделать. Я как-то читал книжку про S-Coil Server 2000. Там было, что состояние базы данных на многих проектах от плохого до ужасного. С тех пор что-то поменялось, но не принципиально, потому что база данных не такая гибкая, пластичная, как код, и у меня тяжело и вот страдать. Страдать. Спасибо. Будем страдать. Да, на самом деле, когда поменял работу, мне коллега с прошлой работы написал, что классно, что делали модульный монолит, мы там какой-то кусок выдирали в микросферы, теперь это делать легко. Поэтому, ну, я сам такого не делал, то есть из можно монолита сервиса не выдирал, но бывшие коллеги делали, и у них все получилось. – Спасибо за доклад. Вопрос такой. Одно из преимуществ микросервисов является как простая возможность экспериментов или проверки различных технических гипотез. вот в модульном монолите, как на ваше мнение, свобода в экспериментах такая же, или она там более ограничена? Ну, например, можно проверить гипотезу, насколько быстрее даппер на данную энтити, переписав один из микросервисов и посмотрев по мониторингу метрик, его что поменялось. Вот на модульном монолите интересно, как вот это происходит? – Спасибо. – Я бы сказал, тут не столько важно там монолит либо модульный монолит. Вот если вы аппликающую логику разделили на независимые кусочки, вот каждый из них можно менять независимо. Например, даппер можно использовать, либо антитифраймер можно использовать в каждом независимом хендерике для медиатора и вот на этом уровне уже проверять производительность. Вот насколько это на моем опыте один монолит поддерживает либо одна команда либо максимум 2-3 команды. После этого уже начинается деление, потому что работать сложно. Поэтому это пока одна команда вообще никак не влияет. Когда две команды, ну там 2-3 уже начинает влиять, но незначительно. Ну а касательно даппера, как правило, про него много мифов. Ну не то, что мифы, что он быстрее. Он быстрее на простых кейсах, когда начинается что-то более сложное, например, сохранение данных, либо еще что-то. Вот. Там начинается даппера как раз что-то там сохранили в базу, потом сетевой вызов, потом комитет транзакцию. И вот то, что даппер быстрее, правильно говорить, на некоторых случаях. На некоторых случаях да, а на некоторых случаях нет. Проверка гипотез. Не знаю, сколько раз я уже повторил за обедом. Разделите ваш аппликейшный уровень на независимые хендеры, и вы получите на 8% плюсов. То есть вы можете быстро проверять гипотезы. Все остальное там опционально. Спасибо. Еще вопросы? Еще вопрос про монолит. Просто больная тема. Такой вопрос. Может быть есть какой-нибудь быстрый совет, как есть монолит, прям big ball of mood, прям поганый-поганый. Вот как его быстренько вот к такому виду, как вы нарисовали, очень красиво вот привести. Потому что ну какой-то реально крутой, но вот есть монолит, он плохой, он большая связанность между компонентами. И начинаешь, когда его отрезать, по кусочкам, вот так вот по модулям делить, приходится, ну это как ком вот такой вот снежный, он накапливается. Приходится один модуль отрезал, а приходится в другом модуле тоже отрезать. И вот пошло-пошло-пошло. Вот есть какой-нибудь такой простой способ. Ну не простой, конечно, вряд ли простой, да? Ну такой совет. Понятно. На то два подхода. Либо метод большого взрыва, либо постепенный. Мне больше нравятся постепенные шаги. Но вот эти шаги, в идеале мы движемся вперед маленькими шажками, отрезая модуль. Не всегда это возможно. Иногда вот этот шаг все-таки должен быть большим. если вы, например, захотите перевести ваш монолит на, ну например, с EF на EFOR, ну его нельзя будет весь почтять переводить. Либо можно по одному хейдеру переводить, но тогда у вас будет в одной команде чифроверка другой EFOR. Вот здесь точно так же. Этот кусок по отпиливанию этого модуля, он может быть большой. Вот, наверное, не надо сразу его переводить весь монолит на модуль, а делать по одному модулю. Но при этом этот один шаг по откусу мертвого модуля, мы такой делали. Он будет большой. Вот от этого, ну вот, не бывает простых, быстрых и простых решений для сложных задач. Вот я уже говорил, при делении хранилища, при делении базы данных придется страдать. Вот здесь то же самое, придется сделать большой мар, придется пострадать, но и сделать работу, чтобы откусить один модуль. Ну, придется по-другому. Я просто не знаю, как. Не бывает. Спасибо за вопросы. Андрей, ищи двух, кто будет страдать. У нас приза три, поэтому, я думаю, все, кто задавали вопросы, все достойны приза. Отходите. Спасибо.